Сегодня у нас соревнования Харьков Мэн, они проводятся в Харькове во второй раз. Сегодня у нас, что не может не радовать, собралось наибольшее количество любителей, участвующих в соревнованиях по триатлону. Для тех, кто не знает, что такое триатлон, это плавание, это бег, это велоэтап. Конечно же 150 человек, даже 160, дорегистрировалось еще 10. Вот любители, которые сегодня приняли участие в наших соревнованиях. Помимо всего прочего, у нас в рамках Харьков Мэн проходит чемпионат Украины среди юниоров. 60 человек, общее количество участников, 40 мужчин и 20 женщин. Я спортсмен-любитель, прошел дистанцию спринт, триатлон, Харьков Мэн. Отличные эмоции, это самое яркое, наверное, что было в моей жизни. Ни с чем не сравниться, это просто новая жизнь. Когда это мой первый триатлон, реально новая жизнь, ты это проходишь и просто меняешься, получаешь удовольствие от этого. Главное, вот, это получать удовольствие, кайфовать, драйвовать, это все в ярких эмоциях, в позитиве, да, и все будет классно. Первый раз участвую в соревнованиях подобного рода. Море впечатлений. Спасибо организаторам, спасибо вообще за то, что есть такие вот мероприятия, где можно проверить свои силы. В жизни хочется сделать что-то, такую интересную вещь, штучку. Забраться на Эверест, либо пройти Айронмен. Ну, в Украине людей, которых забрались на Эверест, больше, чем Айронмена. А в Одессе тем более. Так что будем, мы готовимся, начали заниматься триатлоном, с одной лишь целью сделать Айронмен и дальше улучшать свои результаты. У нас есть иностранцы, и это гости из Финляндии и Америки. Тоже очень интересно. Если смотреть по процентному количеству харьковчан и приезжих, то где-то 70% приезжих и 30% всего лишь харьковчан. Соревнования проводятся уже традиционно на Журальевском гидропарке. Это 750 метров плавания, это 20 километров езды на велосипеде и 5 километров бега. Легче всего дался плавательный этап. Сложнее всего велосипедный. Ветер дул, сложно было ехать. Велосипед непрофессиональный. Шусейный, но любительский. Сложнее было найти нормального человека на велосипеде, за которым можно уцепиться и идти в паре. То есть я нашел группу хорошую только на последнем круге. До этого ехал вот сам или там с кем-то, как-то мы теряли друг друга вот так вот. Это было самое тяжелое. А так плыть... Плыть вода была мутная, не видно было ног, локтей. Хотелось отсоединиться от ребят, потому что изначально получил пару раз по руке, по ноге и решил отсоединиться от группы и был сам. Ну, наверное, терпение, потому что достаточно тяжело проехать, пробежать, проплыть. Ну, вообще, как бы поддержка очень классная, потому что, ну, нет вот даже такого, скорее, соревновательного интереса. Люди собрались, и им классно провести время вместе и поучаствовать в подобного рода мероприятиях. Организация у нас все получилась, участники все довольны, получили памятные награды, призы, хорошая погода. И что меня лично радует, что с каждым годом количество участвующих в нашем соревновании возрастает просто в геометрической прогрессии. Это, на самом деле, мое второе соревнование. Первое было в Буховеле. Сегодняшний завек в Харькове, конечно, было теплее, и организация тут лучше была, чем в Буховеле, да? Но мне понравился Харьков, хороший город. Сегодня результату, конечно же, доволен. Вообще, спасибо Гармашу, спасибо Харькову. Очень хороший старт, все очень круто. Хотелось бы, может быть, занять какое-нибудь первое место, но это первое соревнование. По крайней мере, я попробовала. Может быть, на следующих соревнованиях получится занять место получше. Но, честно, хотелось проверить свои силы. Выдержу или нет? Выдержала. Да, просто так захотелось. Сначала пробежал забег, потом полумарафон, сейчас хочется триатлон, получится новое, новые эмоции, новые какие-то вот впечатления. Такого плана. У меня очень клевая группа поддержки. Это мой муж Антон и моя подруга очень классная, Алена. Я им очень благодарна, потому что, ну, реально, очень приятно, когда у тебя есть такие друзья и такие вот любимые люди, которые за тебя. Мы будем обязательно продолжать. Уже в конце лета мы проведем соревнования под названием Motion Love. Это международный бренд. Он входит в тройку лучших триатлонов мира. Традиционно на него собираются участники со всех стран мира, в принципе, он известен, да. Ну и мы надеемся, конечно же, на наших украинских спортсменов. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok